В Москве 20 часов 18 минут, а значит в эфире канала Навальный Лайв-передачи «Пираты Карибского моря» и в студии с вами я, капитан Джек Воробей. Я просто представляю, как вы сейчас смеетесь, глядя на меня. Точно так же все, кто сидит в этой студии, сейчас смеются надо мной. Но на самом деле никакого другого выхода не было, потому что у меня большая светочувствительность, светобоязнь глаза. Здесь есть софиты, которые мне вредны. И был еще вариант, чтобы я сидел перед вами в таких черных очках. Мы подумали, что это будет еще более глупо. И долго искали и приобрели такую повязку. В конце концов мы просто загуглили люди в повязках и увидели много разных стильных, прекрасных людей, которые носят такие повязки. Я подумал, что может быть даже будет прикольно к ним присоединиться, к этой замечательной когорте. Я просто чувствую, что, естественно, самый популярный вопрос или просьба в нашей трансляции будет, ну, ты повязку-то приподними, покажи, что у тебя за глаз. И поскольку у нас все-таки не настоящее телевидение, пожалуйста, можем показать даже, как выглядит глаз. Сегодня не будем долго его держать на экране, потому что с нами могут быть несовершеннолетние дети. Моя врач сфотографировала очень любезно его мне на телефон и показала. Я хочу начать с того, что сказать большое спасибо всем, кто написал мне различные слова поддержки, благодарил, предлагал различных врачей и предлагает отдельно большое спасибо. Кстати говоря, всем одноглазым выяснилось, что у меня довольно много знакомых, которые живут вполне себе прекрасной жизнью. У них один глаз. И этого даже невозможно заметить. Я от них тоже получил кучу ободряющих писем, типа, чувак, вот наше сообщество одноглазых приветствует тебя. И ничего такого ужасного в этом нет. Ну, впрочем, я очень надеюсь, что вот особенно сейчас, когда мне дали загранпаспорт, я смогу выехать. И, ну, все-таки надеюсь на то, что зрение моё восстановится. Ну, даже и без выезда. В общем-то, у меня здесь очень прекрасные врачи лечат. И, ну, надежда на то, что зрение восстановится, есть. Сейчас на правом глазу у меня 15% зрения остается. Но, тем не менее, мы очень-очень интенсивно лечимся. Завершаю эту медицинскую часть. Просто смешной, такой забавный факт о лечении. Я никогда не представлял, знаете, что делают? Берут кровь из вены, разбавляют её таким лекарством. И дальше эту кровь из вены шприцом вбрызгивают в глаз. Это очень круто. Я чуть не умер от ужаса, когда вот мне рассказали, что делают вот такую штуку. Но, впрочем, врачи совершенно замечательные, очень человечные и прекрасные. Они эту процедуру проводят для меня почти безболезненно. Ну, и вообще, все очень хорошие. Большое всем спасибо. Все меня лечат и всячески ободряют. Про расследование очень много вопросов. И я планировал начать эфир с того, чтобы заклеймить, значит, полицию, следственные комитеты и всех остальных, потому что они не делают никакого расследования. Затем в Хоросане объявится проклятый Даджал. Иудеи и турки последуют за ним. И сказано, что из одного из Фахана за ним последует 70 тысяч человек. Заточенное могущество Всевышнего Аллаха на острове до наступления своего часа, Даджал, вместе с упомянутым воинством последователей, словно сорвавшаяся с цепи собака, начнет свое нашествие. Отец всех смутьянов, Даджал, получит возможность ввергнуть людей в смуту, какой еще не было на земле со дня ее сотворения. Не дать увидеть которую просит все сущее. Не останется места, куда не вступит нога врага. Он даже вознамерится отправиться в Мекку и Медину. Эти два заповедных места, мечеть Аль-Акса, Байт Аль-Мукадас, и гору Турасайна, Синайн, защитят ангела и не позволят проклятому ступить туда грязной ногой. Что касается злосчастного Даджала, то он родился еще во времена нашего пророка, мир ему и благословение. По мольбе посланника, мир ему и благословение, Всевышний Аллах переправил его из земли Хиджаза на остров море. Этот проклятый является человеком из потомства Адама, мир ему. Мать же его из потомства проклятого Иблиса. Он объявится в иудейской вере и будет спорить с людьми, утверждая, что он Бог. «Если я оживлю твоего умершего отца, последуешь ли ты за мной?» будет он говорить сыну. В это время перед ним в облике отца предстанет шайтан, и сын, приняв это за правду, уверует в Даджала и впадет в заблуждение. У заблудшего проклятого не будет одного глаза, и на лбу у него будет написано Кафир, неверный. Говорят, его верховым животным будет осел, у которого будут такие уши, что они вынесут сто человек. Рай и ад в моей власти, и религия моя истинная, и кроме меня нет больше никого, будет утверждать этот неверный. И тогда всемогущий Аллах с небес спустит сына Мариям. Дух Аллаха, Ису, мир ему. Они поймают Даджала, спасающего душу бегством. В этом месте Даджалу дадут испить из рога смерти. Иса, мир ему, ударит его копьем, и он упадет на землю. Тотчас же проклятого зарежут, и человечество спасется от его смуты. Для иудеев, последовавших за ним, наступит настоящий судный день, от которого никто не убежит. И они, словно птенцы-куропатки, спрячутся в разных местах, и каждое дерево, за которыми они спрятались, будет свидетельствовать. Со мной тоже спрятался иудей, и не останется ни одного дерева, которое бы не заговорило. Так будут истреблены последователи Даджала. Не останется ни одного из них, кто мог бы рассказать об этом. А те мусульмане, которые будут убиты ими, станут шахидами. Советниками Махди будут не арабы, достигшие познания Аллаха и говорящие на арабском. Он ни одного решения не примет единолично, не посоветовавшись с ними. После того, как в смуте Даджала будет положен конец, не останется ни одной лиги, кроме Ислава. Иудеи, христиане, уверуют в Ису, мир ему, а тех, кто не уверуют, докажут мечами. Они не отделываются выплатой дани. Отмечать им будут только мечом. Шариат воссияет, как солнце в ясную погоду. И мир станет красивее, избавившись от шилька многобожия. Жизнь во всем мире станет прекрасной, достигнув совершенства порядки и справедливости. Исчезнут усобицы и раздоры. Овцы и волки будут жить в мире. А змеи будут играть с маленькими детьми. Хозяйство достигнет рассвета. Народ разбогатеет. Урожаи полей и садов будут небывалыми. Даже одной кистью винограда смогут насытиться несколько человек.